Приветствую вас! И вы уже задавали вопрос примерно такого же плана какое-то время назад. И насколько я помню, вам там довольно много людей ответило, но вы как-то этот вопрос не решили, и лучше ответ не выбрали, и, соответственно, не было понятно, помогли вам эксперты или нет. Сейчас вы задаете еще один вопрос, где пишете, что расстали с девочкой и бегаете за ней полгода, пытаетесь вернуть. Значит, ваш вопрос, врет она или правда собирается помолваться, она является, к сожалению, довольно-таки неправильно поставленным. Я поясню почему. Дело в том, что мы не знаем всех обстоятельств того, что между вами сейчас происходит. Например, почему вы расстались с девочкой, зачем вы бегаете за ней полгода? Ну, если вы расстались, значит, были причины. Если вы ее любите, то вы, наверное, понимаете, что она с вами была нещадкой. И расставшись с вами, она стала более счастливой, по крайней мере, на время. То есть непонятно, зачем вы пытаетесь ее вернуть, если вы расстались, если у вас не получается. Она говорит вам, что у нее есть любимый, но вы же говорите, что у них будет помолвка на Новый год. Присылала фото, где он ее целует, и лобнипка на диване. Значит, вы спрашиваете, правда ли это? Ну, знаете, это, конечно, можно только гадать. Я думаю, что основной момент заключается в том, почему вас это так волнует. Исходя из тех фактов, которые вы предоставили, а также если говорить о том, насколько ваша девочка, например, ветреная, насколько ваша девочка, например, баринистая, насколько импульсивная, то есть может она действительно так сделать или нет, стать лучше вам. То есть если врет, то для чего врет? А если правда собирается помолваться с молодым человеком на Новый год, то, соответственно, в июле этот стиле, может ли она так сделать, что вот полгода, да, соответственно, вы расстались, и она свободна полгода. А может ли она за полгода дойти до помолвки с молодым человеком? Понимаете? То есть здесь, здесь много непонятных вещей на самом деле. И то, что она встречаться с вами не хочет, даже на 10-минутный кофе. Это говорит о ее небезразличном к вам отношении. Возможно, это месть, но если месть, то за что? Если месть, то это отлично большая. И в любом случае она сегодня от вас тогда, получается, ждет. И чтобы понять, чего она от вас ждет, нужно понять причину вашего расставания. Березу нельзя определить точно, почему она не дает себя забыть и почему так себя с вами ведет. Вы пишите, что очень ее любите. Тогда вы, наверное, желаете ей счастья. А если вы желаете ей счастья, то подумайте, что для нее является счастьем. И постарайтесь внести свой пассивный вклад в то, чтобы она была счастлива. Но пока, по вашему сообщению, получается так, что вы не столько ее любите, сколько хотите быть с ней для себя. Если вы ее любите, и если она говорит, что помолвится на Новый год с молодым человеком, значит, это для нее счастье. И вы, как тот, кто ее любит, по идее, должны быть счастливы сами для того, что ваша любимая счастлива. Но вы не являетесь тыкалым, правильно? И вот в этом и кроется основная проблема. В этом и кроется элемент зависимости. Элемент зависимости от девушки, который с вами нужно разбирать. Как-никак вы не задаете вопрос, и я думаю, что нужно на него ответить, поэтому, значит, похоже на то, что девушка играет. Ради игры она может и помолвиться молодым человеку, чтобы доказать что-то вам. Ради игры она может и вам не давать себя забыть. То есть очень похоже, что девушка играет. И в этом контексте, в контексте игры, нельзя сказать, что она врет, или что она правда собирается помолвиться. Она может это сделать правда, но она может сделать это вам на то. Она может сделать это просто для того, чтобы вы увидели, убедились в том, что она действительно говорит правду. При этом это в правде не будет. И здесь мы переходим на новый уровень, когда действие человека не подтвердяет его намерений. Вам нужно понять, что в первую очередь хотите вы. Не быть мне, нет, чего вы хотите для себя. И не важно, что она там делает. Не важно, во что она играет. Важно то, чтобы вы были тем, кто вы. Если вы бегаете за ней полгода, у вас небольшая потребность. И вот с этой потребностью в первую очередь нужно разбираться. Отдельно хотел бы вам сказать о том, что для ответа на ваш вопрос более полный, нужно все-таки иметь в распоряжении психологический портрет вашей девушки. То есть какая она, какие у нее интересы характеры, какие у нее интересы, как она себя видит и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы хотя бы на основании этого наибольшую вероятность спрогнозировать то, что она делает. А вот так, не зная человека, ответить вам на вопрос, врет она однозначно, или действительно собирается помолвать, к сожалению, нельзя. Это было бы, ну, очень безответственное заявление, и по сути это было бы просто, ну, просто голословное предположение. Вам же нужно, чтобы реальные основания были у того, что вам отвечают эксперты. Ну так, если вам нужно, чтобы были реальные основания, тогда вы постарайтесь поподробнее объяснить, поподробнее расписать, поподробнее рассказать о вашей истории о девушке в конце концов. Вот. То есть я думаю, что так. Ваш вопрос, он слишком короткий для того, чтобы дать такой серьезный ответ. Но я рекомендую вам сегодня подумать не о ней, а о себе. Потому что пока, по сути дела, вы говорите точно, уходите вы. Но вы не говорите о том, чего в вашей стране. И вы не хотите, чтобы она была счастлива. По крайней мере, это не вытекает из того, что вы пишете. И, соответственно, позволяет говорить о вашей зависимости, о идеализации девушки и о убеждении в том, что только с ней вы будете счастливы. Самое главное, о нуждаемости. Вы нуждаетесь в ней. Вот это вот самая главная сторона. Потому что нельзя внуздаться в человеке и стремиться к однаждениям с ним. Это именно зависимость. А зависимость никогда ни к чему хорошему не приводит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пожалуйста, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok